Никто не знает, кем была написана Библия, будь то Ветхий Завет, то есть история иудаизма, или же Новый Завет, благодаря которому появилось христианство. Оба этих текста, каждая строка, которую мы знаем и читаем, была написана не самими святыми, апостолами или богами. Они были написаны, как утверждает наука, значительно позже, нежели сами случившиеся события, описываемые в Библии. Сделано это было через устный пересказ, или же через копирование более старых текстов. Аккуратность и точность пересказа по сей день остается под большим вопросом. Древнейшие греческие рукописи с полным текстом христианской Библии датируются IV веком н.э. Самые древние, сохранившиеся манускрипты Танаха Торы, Ветхого Завета, написанные на иврите и арамейском, датируются X веком н.э. То есть, если говорить о событиях, случившихся якобы несколько тысяч лет назад, и о источниках информации, которые мы сейчас имеем, которые рассказывают нам об этих событиях, разница между ними порой доходит до тех же самых нескольких тысяч лет. Фактически мы ничего не знаем о Библии, Ветхом Завете и Новом, в контексте того, насколько описываемое там отображает реальные, случившиеся когда-то, весьма таинственные и масштабные события, влияющие на нашу реальность даже сейчас. Знаете ли вы, что библейского бога зовут внимание не Яхве? Это христианская интерпретация этого имени. Дело в том, что в древнееврейском нет гласных, и чтоб было проще первые христиане, греки и римляне стали писать в своих священных текстах в имени бога те гласные, которые им казались естественными. Так мы получили имя Яхве, но то, как звучит имя истинного библейского бога, на самом деле мы не знаем, и нам приходится лишь догадываться. Первые строки Библии выглядят следующим образом. Вначале бог сотворил небо и землю, однако оригинальный текст на древнееврейском дословно гласит совершенно иное. Правильный перевод звучит, как в начале этой истории. Буквально пару лишних слов, и смысл текста полностью меняется, становится более интересным и таинственным. Исчезает понимание, что все началось с человека, создания мира, разделения мира на свет и тьму, и появляется логичная мысль, что речь в Библии идет лишь о человеческой истории, а не о всеобщей истории бытия и самого Бога. Библия, самая продаваемая, читаемая и тиражируемая книга в истории, является совсем не тем, чем кажется простым людям, и даже тем, кто считает, что много понимает в ней досконально, изучая долгие годы. Библия таит в себе огромное количество секретов и посланий, которые, быть может, еще следует понять, расшифровать и обдумать. Пришло время разобраться и понять, есть ли там хоть одно слово правды, стоит ли доверять этой книге и раскрыть ее главный секрет. Кто на самом деле Бог, о котором повествуется на ее страницах, какое его имя и что он сделает с людьми, когда наступит неотвратимый день жатвы. Неважно, идет ли речь о Ветхом Завете или Новом, события, описываемые в Библии изначально, касались и были предназначены только для небольшого избранного Богом племени и народа иудеев, которое тогда в древности было далеко не самым могущественным в сравнении с нынешним временем, не самым многочисленным, не самым образованным. Этот народ даже не имел собственной земли, собственной родины. По большому счету, евреи становились евреями на протяжении многих веков, лишь благодаря религии. Каждый настоящий еврей знает, что нет никаких евреев, есть лишь иудеи. А быть иудеем – это значит соблюдать определенные правила, иметь определенные взгляды на жизнь и верить в конкретного Бога или богов. Но об этом мы поговорим немного позже. В Библии, в Ветхом Завете, Авраам говорит Богу о том, что в Содоме и Гаморе, быть может, есть праведники, и не стоит их уничтожать. На что Бог постоянно торгуется с Авраамом и говорит, что пощадит эти два города, если там найдутся хоть пару десятков таких праведников. Все заканчивается тем, что два этих города уничтожаются всемогущим библейским богом. Покидая эти города, жена Лота, библейского персонажа, которая не должна была оборачиваться и смотреть на процесс уничтожения, все-таки из любопытства обернулась, после чего в наказание сразу же превратилась в соляной столб. Согласно данным недавно опубликованного исследования, легенда об уничтожении Содома может быть связана со взрывом астероида над городом Тайль-Эль-Хамам, современная Иордания. Предполагается, что около 1650 года до нашей эры в этом районе произошел атмосферный взрыв астероида мощностью от 12 до 23 мегатонн. И в результате площадь около 50 километров в диаметре была покрыта слоем соли, вероятнее всего из Мертвого моря. Около 120 поселений были заброшены на долгие 600 лет. Данные исследования и его результаты неоднозначно были приняты научной общественностью, так утверждает Википедия. Интересно, можно ли вообще доверять хоть чему-то, что написано в Библии? Можно ли считать эту книгу исторически и фактологически достоверной? Ответ на этот вопрос на самом деле прост. Дело в том, что некий народ хетов был упомянут в этой книге еще много-много тысяч лет назад. А вот история изучения хетов, представьте себе, началась лишь в 19 веке. Если начать изучать и сравнивать исторические открытия с тем, что написано в Библии, можно удивиться тому, что есть около десятка удивительных фактов, описанных в Ветхом Завете, которые лишь со временем обрели статус правды и реальных исторических событий благодаря археологическим раскопкам и многочисленным исследованиям после них. Здесь следует заметить, если какие-то отдельные исторические данные из Библии оказались правдой, то почему даже самое невероятное, что там описывается, не может быть тоже правдой? Если допустить такой вывод, он будет вполне логичным. Самое важное, чего не знают люди относительно истории, совершившейся в Содоме и Гаморе, это то, что Бог, говоря о праведниках, которых Он ищет нам, использует термин «свой народ». Иудеи знают, что по терминам «свой народ» в Библии всегда подразумеваются те, кто обрезан. Иудеи, чей Бог – Яхва. То есть речь идет лишь о людях из племени, которые Он избрал для Себя, так как всемогущий Бог не нашел в Содоме и Гаморе достаточное количество тех, кто искренне верил бы в Него, они и были уничтожены. Ведь, читая Библию, мы видим, что убийства, пороки и даже инцест последователей и пророков истинного библейского Бога никогда особо сильно его не смущал. Единственное, что не может простить библейский Бог, это непризнание того своим хозяином. Если ты признаешь себя таким и будешь делать от Его имени любую мерзость, то, конечно, допустимо все, ведь только Бог решает, что грех или не грех. Грехи, совершаемые для Него, грехами не являются, а являются большой добродетелью. Как говорил архиепископ Константинопольский на заре христианства Иоанн Златоуст, убийство по воле Бога лучше любого человеколюбия. Эй, совершай гадости для Бога и во имя Бога, и тебе все растят. В контексте всего вышеперечисленного впору нам задуматься, для чего помимо иудеев огромное количество христиан, в том числе и мусульман, причисляют себя к этому Богу, который искренне от всей души ненавидел и ненавидит всех и каждого, кто не из его племени, то есть кто не иудей по крови, по телу, по вере и по поступкам. Это так унизительно, так чмошно. Даже святой Иоанн Богослов, будучи евреем и иудеем, сказал всему и каждому, каждому христианину, каждому мусульманину, что никто не попадет в Новый Иерусалим после страшного суда, кроме 12 колен израилевых, 12 по 12 тысяч человек, итого 144 тысячи, а христиан больше двух миллиардов, мусульман больше миллиарда. Зачем унижаться, чтобы заслужить любовь жестокого животного, которое вас презирает, из страха или из невежества? Библия и даже Новый Завет, конечно же, история одного народа. Того, что было для них важно, того, что они несли с собой через тысячелетия, не желая пускать внутрь ничего лишнего и ничего нового. Именно поэтому среди евреев очень мало христиан, несмотря на то, что столь важная и великая история для всего мира случилась на их земле. При этом была, как и в Ветхом Завете, приправлена чудесами. Для истинных иудеев Христос лишь самозванец. И да, следует заметить, Христос был иудеем и евреем. Кто считает иначе, безграмотный лох. Но сектанты, возникшие и вышедшие из иудаизма, назвавшие себя последователями Христа, я говорю про апостолов, при этом они и дальше оставались иудеями, были очень упорны в своих действиях. И так как Израиль был провинцией Римской империи, которой принадлежал почти весь тогдашний мир, они начали распространение своих идей в Риме. Так появилось христианство, которое является интерпретацией иудаизма, не более того, впрочем, как и ислам. В Библии нет и никогда не было написано истинного имени Бога. Если спросить у многих раввинов, Яхвы – это истинное имя Бога? Они ответят – да. Но это не так, это лишь христианская интерпретация имени, написанного на языке, в котором нет гласных. И как оно может звучать, обычные люди могут лишь догадываться. Однако у многих загадок есть ответ, хотя его порой и тяжело отыскать. Немногочисленные раввины прошлого в древних трудах, один из которых датируется 13 веком нашей эры, утверждают немыслимое, что существует ритуал, тайны между раввином и учеником, когда раз в 7 лет истинное имя Бога передается из уст в уста уже много тысяч лет, и нет, это не имя тетраграмматон. Во время ритуала раввин и его ученик, облаченные в белые одежды, стоят по щиколотку в воде и, опустив голову вниз, смотрят на нее. Вначале раввин произносит истинное имя Бога, а потом они произносят его вместе с учеником. Так путешествует эта тайна через века. Истинное имя Бога впервые прозвучит во всеуслышание, когда на землю придет Машеах. Так утверждают раввины, таящие секрет истинного имени Бога. Видимо, мы никогда его не узнаем и не услышим, так как, безусловно, иудеи распяли того самого Машеаха, которого ждут еще две тысячи лет назад. На самом деле, многие иудеи это понимают, хотя и не говорят вслух. Машеах должен был освободить древний Израиль из зла Примской империи. Во многом так и случилось, и христианство, вышедшее и захватившее Римскую империю, сыграло не последнюю роль в падении этой самой империи. Римская империя давно рухнула, от которой иудеи мечтали освободиться, а Машеаха все нет и нет. Иудеи, вы ждете поезд, который уже никогда не придет. Он уже приходил, и вы отказались на него сесть. Второй раз такого везения уже не будет. На самом деле, в Библии имени Бога совсем нет. Вместо каких-либо имен в оригинальном тексте используется часто слово Элохим, от которого еще одно ответвление от иудаизма в исламе появилось слово обозначение Бога, Аллах. Но проблема лишь одна. Элохим это множественное число от слова или же понятия Бог. То есть, практически во всем Ветхом Завете говорится не о неком одном Боге, а постоянно о Богах. То есть, их много. Чтобы было понятно, например, пишется, Элохим наслал кару на людей. А значит, это на самом деле Боги наслали кару на людей. Наличие большого количества богов и тот факт, что некий Яхве лишь Бог евреев подтверждается и в самой Библии, которую изучают всякие изучалкины на нужный им манер, однако изучалка у них не выросла и все их выводы ошибочны. Бог стал в сонме богов. Среди богов произнес суд, доколе будете вы судить неправедно и оказывать лицеприятие нечестивым. Псалом 81. Следующие слова очень важно запомнить. Бог богов Господь возглаголил и призывает землю от восхода солнца до запада. Псалом 85. Запомнили. Далее это будет очень важный момент. Вам понравится. Эти строки и не только эти огромная лажа для авраамических монотеистов. Помимо этого библейский бог сам говорит несколько раз, что он бог Израиля, бог Авраама, бог Исаака, бог Иакова. Это бог иудеев и больше никого. Это его племя. Он о нем заботится и ему помогает. Об этом на самом деле говорит все время вам от первой строчки до последней Библия, особенно Ветхий Завет. О том, что один из богов создает реальность отдельного народа, проходит вместе с ним через его историю, помогает и наказывает. И всех остальных, тех, кто не есть свой народ, это не касается, как бы к нему иудаизму не пытались бы приклеиться всякие неудачники. Бог Яхве не бог отец, а лишь один бог среди многих, среди элохим, то есть богов, которые контролировали стадо коров, зовущееся человечеством. Ну и по-прежнему контролируют. В Библии рассказана важнейшая и удивительнейшая история о Вавилонской башне, ее строительстве. Эта история там представлена в контексте того самого бога Яхвы, библейского главного единого бога иудеев. Яковы зазнавшиеся люди решили построить Вавилонскую башню, чтобы добраться до бога на небе. И тот, отчего-то постоянно нервничая и боясь всего на свете решил наказать чернь и сделал так, что люди стали говорить на разных языках и после этого неспособные договориться человечки не смогли продолжать строить Вавилонскую башню. Сейчас разделение на многочисленные языки часто является поводом даже для военных конфликтов. Спасибо, Бог, ты, как всегда, образец милосердия для созданных тобой детей. То есть, тот Бог, который был в Вавилоне, это тот же самый Бог, который указывается в Библии как самый важный и главный. Однако, постойте, Вавилон это Шумер и Акад. Шумеры самое древнее из всех известных человечеству разумных цивилизаций. Есть, конечно, разные теории, однако, если полагаться на науку, раскопки и всякие там письмена, а также углеродный анализ, нет ничего древнее Шумера, Акада и Вавилона. Авраамические религии называются авраамическими, потому что они идут от Авраама, иудейского пророка, который был их родоначальником. Авраам первый еврей, как утверждает Библия, то есть иудей. Речь идет о религии. Авраам родился в одном из величайших городов Древней Месопотамии, шумерский город Ур. Ну, то есть тот факт, что в Библии упоминается история о Вавилонской башне неудивителен. И то, что Бог или Боги Элохим наказали людей, строящих башню, тоже. И то, что Бог иудеев, Бог Авраама, некто из Вавилонских Элохим тоже. Неужели это непонятно и не очевидно? Библейский Бог и Бог, который имел отношение к Вавилонской башне, это один и тот же Бог. Конечно же, у шумеров в шумерской культуре и истории было много богов. И следует сказать, это самые древние боги, структурированные и персонализированные и наделенные именем в человеческой истории. Интересно, какого же бога среди всех прочих из ура древнего шумерского города вытащил Авраам, создав авраамические религии, которые сейчас подминают под себя большую половину количества особей человечества на нашей ферме. Ну, во-первых, это должен быть Бог, которому нужны жертвоприношения не только животных, но и людей, в частности женщин, в частности девушек, в частности девственниц. Об этом говорит сама Библия. «И от воинов ходивших на войну возьми дань Господу по одной душе из пятисот из людей и из крупного скота, из ослов и из мелкого скота, людей, женщин, которые не знали мужеского ложа. Всех душ 32 тысячи». Числа 31, 35, 40. Удивительно, что же такого интересного в девственницах, что их в гигантском количестве нужно принести в жертву богу Авраама, богу которого он взял и принес миру от шумеров из великого города Ур. Но, конечно же, он мог взять оттуда лишь самого главного верховного бога, божество Месопотами. Бел. Бел. В переводе с аккадского владыка, господин, в религиях древней Месопотамии обозначение верховного бога, культ вавилонского Бела, в клинообразных надписях Белу, был перенесен в Финикию, где он получил имя Ваал или Баал, как владыка богов. Давайте посмотрим, где у нас находится Финикия. Ой, как невдобно получается. Это фактически те края, где находится колебель иудаизма. Вот туда и принес Авраам своего вавилонского бога. Повторяю, культ вавилонского Бела был принесен в Финикию, где он получил имя Ваал или Баал. И как владыка богов, бог богов, Господь возглаголол и призывает на землю от восхода солнца до запада. Бог богов Баал и вот вам в Библии бог богов. Давайте же взглянем на Баала, рогатое божество, тот, кому поистине принадлежит человечество, тот, кто правит миром, авраамическими религиями, истинный библейский бог. Больше всего он любил, когда ему приносят человеческие жертвоприношения, особенно дети, ну и, конечно, как это было сказано в Ветхом Завете девственниц. Повторюсь, что же такого ценного и в тех, и других, что именно их нужно приносить в жертву истинному богу авраамических религий? Почему он просил именно их? Адольф Гитлер заявлял, что мужчины, поддавшиеся похоти, слабы и жалки? Конечно же, он был выше таких вещей. Гитлер утверждал, что отказался от секса, чтобы сохранить то, что называл пламенем жизни. Это была жертва, которую он был готов принести ради Родины. Гитлер сказал, что, сохраняя это пламя, он улучшил свою энергию и выносливость, а это означало, что у него было больше возможностей вернуть эту силу в жизнь. Гитлер не имел обычных сексуальных контактов ни с одной женщиной. Пламен жизни, прана, энергия цы, мана небесная, дух святой, амброзия, эфир, элемент. Интересно, как много еще названий у того, что производят коровы на ферме под названием планета Земля. Если мы взглянем на всю религиозную мифологию любого народа, любой эпохи, и как мы уже видим даже в Библии, боги сражаются за право управлять людьми, они сражаются за возможность быть богами для людей, за то, чтобы люди поклонялись именно им, молились, боялись, любили, совершали именно для них жертвоприношения, за то, чтобы люди выполняли некие правила, которые они дают этим самым людям. На удивление, эти правила всегда одинаковы во всех культурах, мифах, религиях. речь всегда будет идти о жертвоприношениях, и в них в основном будут особым образом находиться жертвоприношения детей и девственниц. Всегда будет необходимо молиться, воздавать хвалу и любовь богам, и всегда бояться их величия и кары. Пламень жизни. Прометей принес огонь, которого в природе с учетом извержения вулканов, молнии и жары в мире полно. Он принес этот огонь людям. Огонь, некий пламень, пламень жизни. Да-да, речь идет именно о нем. За это его наказали страшной казнью, когда вороны выклевывали его печень в момент, когда сам он был прикован к скале. Вам, многие за историю вашего существования люди хотели принести этот самый пламень жизни, этот огонь от богов. Тот, кто так делал, того всегда убивали, казнили, распинали, сжигали. Тайну пламени жизни, элемента молока, которое доится богами или же метафизическим миром из вас коров от вас скрывали всеми силами, втирая, что вера в бога или мистический потусторонний мир, любовь, страх, молитва, исполнение канона безусловны. В них нет никакого смысла, кроме эмоционального расположения богов по отношению к человеку. Условно смысл всего это бог или доволен или нет, другого смысла нет. Но это неправда. смысл цель есть всегда и именно его вы и не должны знать. А смысл в том, что если бога оставить без этого некого пламени жизни, без элемента, без молока, не на короткий срок, а на длительный и прекратить все потоки одновременно, то это нечто превратится в того, кого можно, вдумайтесь, только запинать ногами. То есть с каждым богом на земле, кто называл себя таким, это возможно. Абсолютно с каждым. Те, кто доит из человека молоко, отлично знают это, именно поэтому они всегда сражались между собой, за вас, коров, чтобы ваше молоко делало их сильнее. И один из богов, судя по всему, победил самый жестокий, властный, извращенный эмоционально слабый. И то племя, которое подарило ему власть над миром, многие его представители аномально успешны. Четверть всех нобелевских лауреатов представители лишь одного народа. Что уже говорить о политике, финансах и кинематографе. В мире есть много учителей, которые парят людям накопление энергии ци, праны и вообще благосклонности богов, судьбы или метафизического мира. Ни у кого ничего не выходит. Выходит по-настоящему круто. Только у меня. Вслушайтесь в это. Умоляю. Я не то, что не доверял или еще там как-то относился с недоверием. Нет. Я сомневался, что исполнится именно мое желание. Ну, я работяга, я строитель. То есть все, что у меня есть, это пахать приходилось. Выбрал самое простое желание. Все это желание у мне не хотелось сбываться. Два года уже заканчивается курс и на второй день у меня исполняется желание. Я охренел, если честно. Я бы никогда не думал, никогда не рассчитывал, что оно сбудется. Все друг друга пытаются, блин, ну, большинство, наверное, обмануть, нажиться, вот это вот все. И все равно, когда даже при огромном кредите доверия, все равно оно подтачивает какой-то вот червячок внутри, сидит, блин, блин, вот обман же, стопутово же обман, короче. А на проверку оказалось, что нету никакого обмана. Этих людей уже сотни. Я разгадал секрет элемента, я разгадал секрет схемы и дал ответ на вопрос, для чего существует ферма, для чего существует корова, которая даже не подозревает, что она корова. накопление элемента и его использования это схема, состоящая из большого количества деталей, которые, если правильно все делать, дают 100% результата. Ведь вы теперь оставляете элемент пламень жизни, молоко себе, и у вас его больше не забирают против вашей воли, а вы его обмениваете на то, что хотите, получая взамен то, что хотите. Элемент его накопления и использования есть абсолютная истина, без которой вы ничего не получите из того, что хотите никогда. Вы будете или его копить сами, или качать из других. Тех, кого я обучил копить элемент уже сотни, и их жизни очень круто изменились в лучшую сторону. Услышьте меня, 29 апреля этого года. Через полтора месяца начинается, вдумайтесь, пятый по счету онлайн курс по накоплению элемента, который мы будем проходить группой, где будут те, кто его уже проходил, и курс оказался настолько эффективен, что люди решили проходить его еще раз. Я призываю всех, у кого есть возможность пройти этот курс и осознать, почувствовать, насколько это работает, и насколько это сверхэффективно в получении желаемого. Чтобы узнать подробности о курсе условиях его прохождения, сейчас условия супер всем удобные, переходите по ссылке в описании под этим видео, в группу в телеграме, посмотрите супер интересные отзывы, читайте условия и принимайте главное решение своей жизни, которое даст вам то, что вы хотите, или так, или увы никак, там же в группе вы сможете заказать мою книгу восхождения, где вы сможете узнать все об элементе и как его использовать, однако, если есть возможность, то нужно прочитать книгу и идти с людьми на курс, это будет самое правильное решение в вашей жизни, до встречи на курсе 29 апреля и в группе в телеграме, самое важное со мной или без меня человек, ты должен оставить элемент себе, он сделает тебя счастливым и даст тебе то, что ты хочешь, посмотрите на эту девушку рядом с суперзвездой Тейлор Свифт, она показывает отнюдь не знак сатаны, она показывает символ всемогущего рогатого Баала, у нее есть все, о чем человек только может мечтать, деньги, слава, молодость, о нет, она не поклоняется плохому богу, она отнюдь не сатанистка, она поклоняется хозяину этой фермы, ее истинному богу, потому что другого нет, как вы это не поймете, ему не нужны храмы, вся ферма, вся земля, это храм величия истинного бога, которому принадлежат каждая корова на земле и ее элемент, напишите обязательно в комментариях, если хотите, чтобы я рассказал больше об истинном боге земли, о его слугах, о том, кто он, для чего все это и чем закончится, здесь на канале нулевой пациент мы всегда докапываемся до правды и истины, если вы посмотрели это видео, друзья, вы и есть настоящее сопротивление злу и неправде, спасибо, что были со мной до конца, скоро вас ожидает еще более интересное видео, пока!